Добрый день, уважаемые дамы и господа, я Геннадий Коцов, приветствую вас в нашей программе. Сегодня мы рассмотрим основные темы в наших газетах. Джозеф Байден планирует в 1993 года масштабное повышение налогов в нашей стране. Корпорация Microsoft определена в качестве одного из главных получателей федеральной помощи, выделенной правительством Соединенных Штатов на повышение безопасности компьютерных сетей в стране. Администрация Джо Байдена поддержит экс-главу государства республиканца Тональда Трампа, если Трамп призовет своих сторонников вакцинироваться от коронавируса. Двое мужчин были задержаны, им были предъявлены обвинения в нападении на федеральных служащих в связи со смертью сотрудника полиции Капитолия Брайана Сикника. Но это все та же история 6 января этого года. Полиция Капитолия планирует начать демонтаж временных ограждений с колючей проволокой, возведенных вокруг здания после вот этих событий 6 января. Причем планируется этот демонтаж в ближайшее время, практически более двух месяцев. Но, кстати, эти никуда не денутся, эти ограждения просто они будут переставлены ближе к зданию. Власть продолжает опасаться американцев. В Калифорнии будет возведен первый в мире микрорайон, состоящий из домов, которые были созданы при помощи 3D-принтеров. В Лос-Анджелесе вручили музыкальную премию Грэмми, 63-я церемония награждения прошла в воскресенье в гибридном, как говорят, формате. Глава Тесла Илон Маск добавил к званию CEO еще и титул технокороля компании. Об этом сообщает Financial Times. Бывший вице-президент США Майкл Пенс и его супруга Карен объявили о рождении первой внучки. И это основные темы, которые мы рассмотрим в нашей сегодняшней программе. Они сегодня в наших газетах. Давайте ее начнем. Джозеф Байден планирует провести первое с 1993 года масштабное повышение налогов в Соединенных Штатах Америки. Об этом пишет Блумберг. И вот по данным его источников, это необходимо для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом господдержки на 1 триллион 900 миллиардов долларов. Вначале мы дали помощь людям, а теперь мы повысим налоги. О повышении налогов говорилось еще в президентской программе Джозефа Байдена на выборах в 2020 году. Так говорят четыре собеседника Блумберг. И они ожидают, что Байден частично отменит закон бывшего президента Трампа 2017 года, давший преференции корпорациям и состоятельным людям. Это и другими поправками глава государства хочет сделать налоговый кодекс более прогрессивным, добавили источники. Среди обсуждаемых мер о повышении налога с корпораций с 21 до 28 процентов и отмена налоговых льгот для компаний с ограниченной ответственностью LLC. Кроме того, предполагается повышение подоходного налога с людей, которые зарабатывают больше 400 тысяч долларов, а также более высокая ставка налога на прирост капитала для людей, зарабатывающих не меньше 1 миллиона долларов в год. В ноябре 2020 года аналитический центр Tax Policy Center оценивал, что меры, которые предлагал Байден в ходе кампании, принесли бы бюджету 2 триллиона 100 миллионов долларов за 10 лет. Текущий план администрации Байдена более скромный. Общий объем экономической программы Байдена, по мнению экспертов, составит от 2 до 4 триллионов долларов. Для администрации Байдена поправки в налоговый кодекс – это не просто поиск денег для ключевых инициатив, а исправление, как они заявляют, несовершенства системы, как это видят демократы, поясняет Блумберг. Байден считает, что американцы желают более справедливой налоговой политики, то есть чтобы мы платили как можно больше налогов, по-видимому. Поэтому он сфокусировался на борьбе с неравенством между работой и капиталом, заявило агентству бывший экономический советник Байдена Сара Бьянки. Чтобы провести повышение налогов через Сенат, демократам нужна поддержка по меньшей мере 10 республиканцев. Но лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл обещал жаркую дискуссию о том, оправдано ли в нынешней ситуации такое значительное повышение налогов. Напомню, что в марте группа американских законодателей во главе с сенатором-демократом от штата Массачусетс Элизабет Уоррен представила законопроект, предусматривающий введение 2% налога для состояния от 50 миллионов долларов до 1 миллиарда долларов и налогов 3% для состояния свыше 1 миллиарда долларов. Администрация президента Байдена пока не приняла решение о том, стоит ли прибегать к такой форме налогообложения, так заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. Она отметила, что американскому правительству в конечном итоге придется ограничивать дефицит бюджета, и администрация Байдена, вероятно, предпримет соответствующие шаги. Йеллен, участвовавшая в воскресенье 14 марта в одной из программ на телеканале ABC, сказала, что предложение о введении налога на богатство не принадлежит Байдену, однако администрация президента, вероятно, рассмотрит его. Решение по этому вопросу еще не принято, и он может быть изучен, так сказала Йеллен. Но она подчеркнула, что сам Байден во время президентской кампании предлагал повысить налоги для компаний и некоторых частных лиц, а также налог на прирост капитала и на дивиденды. Эти предложения, по словам Йеллен, являются альтернативой налогу на богатство, которые будут иметь тот же эффект для бюджета США. Со временем, как я ожидаю, будут представлены, цитирую, предложения, нацеленные на то, чтобы взять под контроль дефицит бюджета, добавила Йеллен. При этом она отметила, что не теряет сон из-за бюджетной ситуации в США в данный момент, то есть она не особенно напрягается, учитывая низкие процентные ставки. Когда я, думая о долговой нагрузке, оцениваю ее преимущественно как процентные выплаты, которые необходимо произвести государству, сказала Йеллен. И несмотря на существенное увеличение долга США, объем процентных выплат по долгу относительно размера экономики остается достаточно низким, не выше, чем это было в 2007 году. Согласно последнему прогнозу бюджетного управления Конгресса, который не учитывает принятый на прошлой неделе пакет мер поддержки экономики, объемом 1 трлн 900 млрд долларов, госдолг Соединенных Штатов в отношении к ВВП в 2021 году будет максимальным со времен Второй мировой войны, а в следующие 30 лет увеличится вдвое. И это не учитывая еще раз принятый на прошлой неделе пакет мер. При этом корпорация Microsoft определена в качестве одного из главных получателей федеральной помощи, выделенной правительством США на повышение безопасности компьютерных сетей в стране и может рассчитывать на предоставление ей 150 млн долларов. Как сообщает агентство Reuters, эта сумма составит около четверти всего предусмотренного Вашингтоном объема субсидий на повышение кибербезопасности. Четверть всего объема бедной компании Microsoft и так не хватает 150 млн долларов. Конечно, не хватает. Средства, как пояснила Reuters, включили в утвержденный ранее Конгрессом и подписанный в минувший четверг президентом Джо Байденом пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом 1 трлн 900 млрд долларов. Но я бы добавил, что Microsoft поддерживала демократов. Наверное, надо бы добавить еще и Facebook, и Twitter, и Yahoo. Есть серьезные компании, которые нуждаются в деньгах. Им нужно как можно больше куски отдать за то, что они вели себя совершенно правильно на выборах 2020 года. Необходимость такой помощи законодатели объяснили двумя масштабными нападениями, которые за последний год подверглись компьютерной сети десятков стран, включая США. В начале марта не менее 60 тысяч организаций и компаний подверглись взлому из-за уязвимости в Exchange Server Microsoft. Годом ранее совершили атаку против американских правительственных ведомств и частных компаний с использованием программного обеспечения Onion компании SolarWinds. Пострадали до 18 тысяч учреждений. С учетом этих нападений решили оказать помощь профильным компаниям, специализирующимся в сфере обеспечения кибербезопасности. Однако, отмечая Traders, выбор адресов помощи одобрили далеко не все законодатели. Некоторые из них, как стало известно агентству, не понравилось то, что одним из главных получателей определена Microsoft, который, получается, еще и выиграет от того, что предоставила своим клиентам недостаточно защищенное программное обеспечение. Цитирую. «Если единственным решением проблемы крупной бреши, которой воспользовались хакеры, которую длительное время игнорировала Microsoft, является предоставление Microsoft еще больших денег, то правительству необходимо пересмотреть свою зависимость от Microsoft», приводит агентство заявления сенатора-демократа Рона Уайдена от штата Орегон. Правительство не должно вознаграждать компанию, продающую небезопасное компьютерное обеспечение, предоставлением ей еще более крупных правительственных контрактов. Администрация Джо Байдена поддержит экс-главу государства, республиканца Дональда Трампа, если он вызовет своих сторонников вакцинироваться от коронавируса. И об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов. Цитирую. «Если бы бывший президент Трамп проснулся завтра и захотел заявить о безопасности и эффективности вакцинации, то мы, безусловно, поддержали бы это», – подчеркнула Псаки. «Каждый ныне живущий бывший президент участвовал в кампаниях в поддержку вакцинации», – добавила она, указав, что только Трамп не делал подобных заявлений. Для этого им не требовалось особое приглашение. Но он, Трамп, может решить, что ему следует это сделать. Если так, то отлично. Однако существует множество различных способов, чтобы донести до сторонников разнообразных политических течений, что вакцина безопасна и эффективна. Почти половина американцев мужского пола, считающих себя сторонниками республиканской партии, не планирует делать прививку от нового коронавируса, согласно опубликованных на прошлой неделе результатам опроса, проведенного телекомпанией PBS и Национальным общественным радио США. По их данным, примерно 30% американцев не хотят вакцинироваться. Среди сторонников республиканцев такую позицию занимает 41%. Из них 49% мужчин наотрезо сказались прививаться вакцины от коронавируса, а остальные заявили, что уже вакцинировались, либо готовы сделать это. По данным университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 29 миллионов 400 тысяч. В случае заражения коронавирусом умерли 535 тысяч 100 человек. 535 тысяч 100 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. Двое мужчин были задержаны. Им были предъявлены обвинения в нападении на федеральных служащих в связи со смертью сотрудника полиции Капитолия Брайана Сикника. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства юстиции США, выполняющего, как вы знаете, у нас в стране еще и функции Генеральной прокуратуры. Согласно письменным материалам уголовного дела, 32-летний уроженец Пенсильвании Джулиан Хаттер и 39-летний житель Западной Виржинии Джордж Таниос находились в Капитолии 6 января. Оба попали на видеозапись в момент, когда распылили неизвестное раздражающее вещество непосредственного лица стражам порядка, одним из которых был Брайан Сикник. Согласно заявлению Министерства, Хаттеру и Таниосу были предъявлены обвинения в сговоре с целью ранения офицера в нападении на федерального служащего с применением опасного оружия, гражданских беспорядках, препятствовании официальному разбирательству, физическом насилии с ношением опасного оружия, повлекшего причинение серьезных телесных повреждений, обвинения в насильственном проникновении, хулиганстве, а также акте физического насилия на территории Капитолии. Сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник, напомню вам, умер 7 января от ранений, полученных во время несения службы, когда вступил в борьбу с протестующими. И, как сообщает CNN, следователи пытались построить федеральное дело об убийстве по факту смерти Сикника, изучая видео и фотографии, и пытаясь определить, в какой момент он получил смертельные травмы. Это произошло после того, как первоначальные сообщения о том, что Сикник погиб из-за удара огнетушителем поступили. Но эти сообщения не подтвердились. 6 января сторонники республиканца Трампа, являвшегося в то время президентом США, ворвали из здания Конгресса. Помимо Сикника, в результате беспорядков погибла американская 30-летняя бывшая военнослужащая. Она была застрелена то ли охранником Капитолия, то ли спецслужбами прилюдно. Но я нигде пока не видел сообщений по поводу ареста убийцы или даже ведения следствия по этому ужасающему поводу. Представляю, если бы кто-то из Black Lives Matter или Антифа был застрелен. А белые американские военнослужащие это сегодня наши власти, очевидно, не беспокоят. При этом полиция Капитолия планирует начать демонтаж временных ограждений с колючей проволокой, возведенных вокруг здания после 6 января в ближайшее время. Об этом сообщила газета «Адахилл». Официальные лица полиции заявили, что, цитирую, «не существует известной и подтвержденной угрозы Конгрессу или комплексу Капитолия, которая требует временных ограждений. При этом ограждение находится, я еще раз говорю, после 6 января. Не существует никаких угроз при этом». Такая информация содержится в адресованной законодателям и сотрудникам служебной записки от исполняющего обязанности пристава Палаты представителей Тимоти Блоджета. Полиция Капитолия на этой неделе переместит временные ограждения ближе к зданию, чтобы обеспечить жителям города больший доступ к улицам и тротуарам. То есть здание все равно останется под ограждением. Часть ограждений останется, пока продолжается ремонт зданий. Решение о возведении временных металлических заграждений высотой, обратите внимание, около двух метров по всему периметру Капитолия было принято властями в целях безопасности вскоре после 6 января. Вот эти ограждения, они охраняют Капитолии наших закладателей. Там Национальная гвардия охраняет Белый дом, Капитолии весь Вашингтон. Тысячи солдат Национальной гвардии офицеров там работают. Ну, в записке также сказано, что полиция продолжит следить за ситуацией. В случае ее изменения планы будут пересмотрены. Напомню, и ограждения, и наличие в Вашингтоне тысяч солдат и офицеров Национальной гвардии все это существует больше двух месяцев. Причем нынешняя администрация в Белом доме и народные избранники в обеих палатах Конгресса так боятся своего народа, что сегодня речь не идет о том, чтобы нацгвардейцы покинули Вашингтон. Хотя ранее было заявлено, что они будут там пребывать до 12 марта. Как вы видите, никаких волнений правых ни 4 марта не было, ни до и ни после. Но руководящие страной демократы по-прежнему заседают за спинами национальных гвардейцев и за ограждениями. И когда это закончится, никто не знает. При этом миллионы долларов улетают в трубу, но власть так боится американцев, что готова на любые расходы. Дамы и господа, мы прервемся на рекламную паузу, после чего продолжим нашу программу.